Чтобы стать успешным, все пять органов чувств, вообще все твои ощущения, все мировоззрение, все должно направлено быть для того, чтобы стать успешным. Значит, общайся с успешными людьми, читай книги об успехе, чтобы твои мысли были правильнее, планируй успех, думай, как это сделать, посоветуйся с людьми, которые это уже сделали, изучай, иди, думай, одевайся как успешный. Я хочу вам сказать одно вещь, всегда одевайтесь минимум на 1-2 категории выше по сравнению, как вы живете. Всегда так делайте. Если вы офис-менеджер, одевайтесь как администратор. Если вы администратор, одевайтесь как руководитель. Мой совет к вам. Всегда, если ты сейчас пока просто зарабатываешь на тысячи, одевайся как вот эти 10 тысяч. Веди себя так, потому что это важно. Это важную роль играет. Ты должен самому себе управлять. Не относись по отношению к себе вот так. Будешь так относиться, твоя жизнь потихонечку таким становится. Не говори, что мне удобно так. Ну ладно, хорошо, шортами ходи по городу, но тебе удобно. Успешным точно не будет. Удобно будет. Ну, гуляй, колхозы. Супер удобно. По огородам гулять. Но успешным не будешь. Потому что все соответствует должно. Все должно соответствовать. Теперь внимание. Значит, первая тренировка для того, чтобы что произошло, мы что делаем? Мы начнем тренировать, почитать деньги вокруг себя. То есть нам надо научиться видеть успех, чтобы наш мозг привыкал. Привыкал к большим цифрам. Потому что наш мозг ограниченно мыслит. Например, если человек зарабатывает 500 долларов, он постоянно принимает решения на уровне 500 долларов. Например, решения, которые он принимает на уровне 100 долларов, 200 долларов. То есть что купить, что патриот, что делать. То есть решения, которые каждый день он сталкивается, они составляют в этом рамке. Он же не может принимать решения на 20, на 50. В жизни один раз, может быть, он принимает квартиру, купит, а потом еще целый год, целый год, целый жизнь платит ипотека. Понимаете, да? То есть либо второй раз, может быть, машина купит или свадьба делит. Основном люди, если человек зарабатывает 500 долларов, значит, он принимает решения на уровне 200, 300, 500. Но до рамка вот этого, то, что он зарабатывает. Соответственно, он мыслит на этом рамке. Значит, у него масштаб мышления ограничен. Нам нужно сломать эту программу. Вот эту программу надо сломать, чтобы она изменилась. Чтобы она изменилась, что нужно? Он должен привыкать, думать о других цифрах. И легко, свободно чувствовать себя с этим, что это нормальное явление и так далее. А для этого что мы делим? То есть нам нужно его трафарет мышления изменить. Трафарет мышления надо изменить. Поэтому мы что делим? Мы ходим по улице и начнем вокруг себя читать деньги. Каждый день один светофор. Я давал такое задание вам, когда вы ходили ко мне на тренинг. Можно спросить одну вещь? Кто из вас это делал? 96 дней, как я рекомендовал. А я понимаю, что вы один раз делали. Я это знаю. Я знаю, что кто-то три раз делал. Там парень оттуда три говорит. А байкей признался. Говорит, один раз делал. Проблема людей в этом. Они знают, что хорошо, но не делают. Проблема людей в том, что вы все равно ходите в том, что ваши старые привычки и еще ваши внутренние старые привычки сопротивляют. Действительно это так. Чтобы в этом мире успешнее стало, много дел не надо. Я вам расскажу одну притчу. Колоссальная притча. Почему эту притчу расскажу? Потому что иногда люди мне задают вопросы. Им кажется, что я какой-то успешный, умный человек. Им кажется, что я какой-то такой классный такой. Я раньше тоже в детстве читал книги. Например, Максим Горки, Лелина. Думал, блин, они какие-то там особенные люди. Сейчас смотрю, ко мне люди так разговаривают со мной. Я вот этот раз. Куда бы ни выходил, кто-то меня узнает, что-то говорит такое. Я сейчас даже захожу в пограничную, захожу, паспорт даю, чтобы там. Они наши паспорты взят, отдельно печать дают, потом нам дают. Они говорят, стойте здесь, возле этого. Не там окошко, которое подряд всех поделят. Например, посмотрит, дают местным гражданам. И они взят паспорт, отвез туда, в этот кабинет. И сразу дверь открыли. Эй, да Влад, можно вас сюда? Здесь мы вас все знаем. Я захожу, эти все пограничники, все из поздоровья со мной говорят. Я один говорит, я почитал вашу книгу. Другой говорит, моя жена, знаете, начала кучу денег накопить благодаря вашей книге. Третий мне говорит, дайте нам несколько советов. Что нам надо делать? И я сидел себе, чувствовал Аристотель прямо. Но я им давал колоссальные советы и так далее. Почему я сейчас это расскажу вам, это очень важная вещь. Очень важная. Притча такая. Однажды водоросли, один смотрит на другой водоросли. Один смотрит на другой и говорит, послушай, мне надоело всю жизнь, все свои прекрасные годы и все свои молодые годы спрятаться за это камень. Держаться за это камень и всю жизнь, и умирать так, от рождения до конца жизни. Неужели вся моя жизнь, борьба что, держаться за это камень? Второй водоросли говорит, а что ты хочешь, наша судьба такая. А это говорит, я не хочу так жить. Я хочу что-то изменить, я хочу видеть что-то по-другому в этом мире. Всю жизнь ждет, пока пока не умру, не исчезну в этом мире. И вся моя смысл держаться за это камень. И тут второй говорит, если ты отпустишь, вода тебе ударит на камни. Бросать тебе в водопадах, мы в речке живем. Возможно, тебе выкинет на берег, и ты выстихнешь и умрешь. А это говорит, но до того, когда я умру, какое-то же мигновение зато будет хорошее, зато будет другое, чем я всю жизнь буду. Вот за это камень, я уже понял, за это камень надо держаться всю жизнь. И ничего тут не изменится. И тут один смотрит в другу, второй говорит, нет, не делай этого. Никто из наших предков так не делал. Нельзя. Так не принято. И этот говорит, мне надоело. Я отпускаю руку. И эта водоросля отпускает руку. Соответственно, вода начинает его поднимать вверх. Она ударит его на камень, ударит его на это, бросает его там. В водопаде падает он вниз. Соответственно, приворачивается, ударится с одного камня на другой. Потом выходит на равнине речка. И водоросли расправляет плечи, руки, ноги, так, довольны. Как цветок светится начинает. Смотрит, наслаждается настоящее прикосновение солнечной речи. И он идет на поверхности речки вот так. Вот так. Вот так, понимаете? И другие отрасли, которые вон там, видят его снизу, видят, что что-то идет же. Другие отрасли, которые за камнем держались. Они видят, что тот идет, и говорят, Бог идет. Кто меня понял? Вы суть этой притчи поняли? Людям кажется, что как будто я умный человек, или другие умнее их, или Стив Джобс, или как будто здесь Хазан Шуро, или там Салим Бейков, или кого-то. Они умнее вас. Да кто вам так сказал? Как будто кто-то богатый, а не умный. Да кто так сказал? Все люди одинаковые. Я делаю миллион ошибок больше, чем вы. У меня сколько недостаток, вы даже не представляете. Но только есть одна вещь между нами. Я отпустили этот камень. Мне надоело за это в наших приоритетах держаться. Быть залогом – это наши обидчи. Я просто от них отказался. Когда я прихожу домой, мои родные братья и сестры мне говорят, ты какой-то такой обрусевший стал. Какой-то такой не тостый, ненормальный как-то. Потому что я по-другому мыслю. Они мне говорят, как это так? Это стильно. Это необычно. Я говорю, ну что? Стильно пусть кому угодно будет. Но не для меня. То есть мы живем в рамках, кто как думает про нас, кто как скажет, неудобно. Ты забудьте про это все. Пожалуйста, я вам серьезно говорю. Это очень важная вещь. Почему я это сейчас спросил? Почему люди хотят стать успешными? Говоришь им правильно, как делать. Пойдут, не делают. Странно, да? Я иногда скажу, мне это до слезы больно. Если на ваше место надо было, чтобы я это сделал, я мог бы это сделать, я это сделал бы с радостью для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok